Эфир телеканала ННТ продолжит новость Дагестан. В студии Белла Ахмедова. Здравствуйте! Я и мои коллеги ознакомим вас с последними значимыми событиями в начале «Коротко о главном». Отец подарил, знакомый отобрал. Девочку-инвалида из Хасавюрта мошенник оставил без жилья. Об этом в самом начале. ДТП по доброй воле. Дагестан снова в лидерах по числу автоподстав и афер со страховыми выплатами. Сохранились лишь обугленные стены. В Ботехском районе семья из 10 человек осталась без крыши над головой. О том, как помочь пострадавшим, расскажем в выпуске. Три золотые, пять серебряных и восемь бронзовых. Дагестанские пловцы выиграли 16 медалей на чемпионате и первенстве из КФО и ЮФО в Волгограде. Сергей Меликов рассказал о состоянии уроженок Дагестана, пострадавших во время теракта в кропку сети Холи. Две сестры Камила и Ясмина Лугуева пришли 22 марта в концертный зал со своей мамой. Глава Дагестана сообщил в своем телеграм-канале, что женщина и ее дочери сейчас в больнице и получают качественную медицинскую помощь. Никаких жалоб с их стороны нет. Руководитель региона на постоянном контакте с семьей Лугуевых. Он держит на личном контроле вопросы их лечения и реабилитации и при необходимости готов оказать им помощь и поддержку. В Хасавюрте у девочки-инвалида отобрали квартиру стоимостью в 5 миллионов рублей, которую ей подарил папа. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Преступную схему провернул знакомый семьи, который обманом получил от отца пострадавший документы на жилое помещение. Злоумышленник убедил мужчину, что знает законный способ реализации средств материнского капитала. Но вместо этого в Хасавюртовском отделе Росреестр расторг договор дарения между отцом и его ребенком. В итоге квартиру переоформили и перепродали. Несовершеннолетние уже вернули ее квадратные метры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о мошенничестве и халатности. Дагестан назвали регионом самой высокой долей автоподстав. Средняя страховая выплата в республике составляет более 100 тысяч рублей, что на 14% выше общероссийского показателя. Такие данные представил Центробанк, который курирует в том числе сферу ОСАГО. Эксперты отмечают, что страховые компании в регионе терпят убытки. Собирают меньше, чем выплачивают участникам ДТП. Разница превысила 800 миллионов рублей. Наряду с Дагестаном в красную зону рейтинга вошли и соседние северокавказские республики. Искусство в интерьере. В Центре этнической культуры Махачкали открылась персональная выставка художника-графика Хава Алиевой. Все ее творчество посвящено витражам, дизайну быту, а также живописным холстам. На суд зрителей представлены не только картины, но и предметы декора. Моя коллега Тамара Самедова одной из первых побывала на мероприятии «Ей слово». Витражи, графика и живопись. Хава Алиева успешно внедряют в интерьер искусства вот уже более 15 лет. Ее известные витражи можно увидеть на разных локациях не только республики, но и страны. И для каждого клиента работа придумывается индивидуально. Работа выполнена в технике Тиффани. Это называется работа «Морское дно». Работа представлена в бассейне, в частном доме. Размер достаточно большой, просто на фотографии кажется. То есть сама эта техника, это ручная работа. То есть там все вручную, вырезается каждая стеклышко, точится, потом обнимается фольгой и запаивается. То есть это такая ручная работа, это не станки. На выставке были представлены около 40 картин. Среди них не только настенные витражи, но и картины, а также предметы украшения интерьера. Для Хавы это первая персональная выставка, которая состоялась благодаря настойчивости Шахнабата Лемагомедовой, директора Центра этнической культуры. По ее мнению, работы Хавы должен увидеть каждый ценитель искусства. Самая главная задача, которую я просто перед собой поставила, показать многогранность Хавы. Одно дело, когда ты с ней ездишь и реагируешь на ее реакцию на природу, как она пишет, а другое дело, показать ее многогранность. Когда я попала на некоторые объекты ее, где она делает витражи, это был уже просто потолок, я говорю, Хава, надо делать выставку. Остались под впечатлением и посетители выставки. Одна из них подруга Хавы Динара Мутаева. И для нее каждая работа художника восторг. Очень рада, что я сюда попала, потому что Хава – это просто человек с огромным талантом. И я смотрю, настолько разных техник, как она рисует. И я была свидетелем, как она непосредственно рисовала картину. Это был высший пилотаж для меня, потому что она может передать прям все черты лица и как оно светится. В общем, я в восторге. У нее очень много техники. И то, что она делает витражи, мне кажется, это очень круто. И они такие необычные, красивые. Я восхищаюсь. Увидеть работы Хавы Оливой можно в Центре этнической культуры до 25 апреля. Семья из 10 человек из селения Тасута Ботлихского района осталась без дома из-за пожара. Истрафил Сайфудинов женой и 8 детьми, к счастью, не пострадали. Однако они нуждаются в помощи своих неравнодушных земляков. Все их имущество сгорело дотла, и многодетная семья осталась на улице. Дети помогали по работе в саду. Я вышла встретить родственников и увидела дым. Я попросила сына посмотреть, что там. Он выбил стекло и вспыхнул огонь. Не знаю, что послужило причиной. Благотворительный фонд «Инсан» по Ботлихскому району объявляет сбор для семей Сайфудиновых. Оказать им материальную помощь вы можете по реквизитам и номеру телефона, указанным на ваших экранах. Ифтар и Сухур в шатре Рамадана для опостящихся провел накануне коллектив духовно-просветительской газеты «Ас-Салам». Мероприятие посетили богословы, члены редакционной коллегии, руководство и сотрудники. Присутствующие религиозные деятели и сами когда-то работали в отделе распространения в разных регионах России. Это тяжелый и вознаграждаемый труд, отметили гости. Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит, «Баллюгу ани валю ая, вы доведите от меня хотя бы один аят». Представляете себе, кто ближе к пророку, алейхиссаляту вассалям. Человек поехал в хадж, на умра, в мечети рядом с пророком, алейхиссалям, совершает все пятна мазал. Зиярать пророку, алейхиссалям, делает. Кто ближе к пророку? По заданию пророка, который в снег и там дождь ходит где-то за тысячу километров вдали от пророка, алейхиссаляту вассалям, слово Аллаха, его посланника, который доставляют, или же тот, который приходит сюда намазы делаясь, я рады делать и так далее. В сегодняшнее время мы видим, как много всего негативного, столько всего происходит в мире. Вот эта газета, на самом деле, она многим людям спасает жизнь, спасает душу. В этом они находят от души, но очень много есть проблем у людей, которые в этой газете находят успехов для себя. В Гиргебельском районе в эти дни проходит выставка реликвий пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего. Она организована в центральной мечети села Маали. Приобщиться к истории ислама приезжают тысячи людей. Подробнее о сюжете Хамзу Нурмагомедову. В эти дни в Маали царит атмосфера праздника. Вслед за Бодлихом именно сюда привезли реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословения и его сподвижников. Всего около 40 раритетов. Самая ценная из них – волос посланника Всевышнего. В самом селе реликвию встречали всем джаматам. Взрослые дети организовали живой коридор. Это дань памяти и любви к некогда обладателям этих реликвий. Автоколонну сопровождали представители власти, общественники, религиозные деятели. Мы не жили во время пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего Аллаха, но каждый из нас считает своим долгом изучить историю его, его жизни, каким он был, быть похожим на него. Мы стараемся это делать. А когда нам сегодня, у нас есть возможность прикоснуться к тем частицам, к тем реликвиям, как его сподвижников, членов семьи, так и самого пророка, мир ему и благословения Всевышнего, то это, конечно же, для мусульман праздник. Это объединяющее начало, это укрепляющее начало. За это хочу поблагодарить муфты республики и за то, что, несмотря на общую ситуацию, который последними событиями в Москве поблагодарит главу республики Сергалина Шмеликова, который согласился и дал согласие на то, чтобы и после Ботлиха, и здесь в Гиргебеле это все показать. Я очень рад, очень горжусь за своих односельчан. Я считаю, что у нас в гостях сегодня пророк Мухаммад, такое счастье, такой баракад. Никто не верится, до сих пор люди не верятся, до сих пор кто-то плачет. Мне само тоже, конечно, мое усиление, еще не верится, что оно мое усиление. Ну, да, Аллах, что это все мне не сон. Выставка религий в Центральной мечети Мали проходит круглосуточно для всех желающих. Гостям организовано место для отдыха и горячее питание на Ифтар и Сухор. Приобщиться к истории приезжают люди из разных уголков республики и России. Я приехал из Пятигорска специально, чтобы посетить наши реликвии пророка Салавиасалам. Это мой зять. Он болеет, он бывший глава селения Гунип. Вот решил вместе с мамой, чтобы он тоже посетил здесь. У меня просто одни эмоции. Как у нас нигде нет, ни в одном месте, нигде нет. Я сам с Акушинского района, села Танты. Думаю, наши дагестанцы особенно очень любят пророка Мухаммада Салавиасалам. И его с подвижником, хотя мы не видели. И спокойствие чувствуется, спокойствие тоже. Свои двери выставка открыла 25 марта и продлится до 27 числа включительно. А после они вернутся в Махачкалу к охранителю, муфтью Дагестана, шейху Ахмаду Афанди. Хамз Нурмагомедов, Ислам Халикав, телеканал ННТ, МААЛИ, Гергебельский район. И к новостям спорта. Следующий матч Первой лиги Махачкалинская Динамо проведет 1 апреля в Краснодаре против Кубани. Встречи будут закрывать программу 25-го тура. В первом круге дагестанская команда обыграла Дома Кубань со счетом 2-0. Напомним, что все матчи предыдущего тура Первой лиги были отменены в связи с трагическими событиями в Москве. Дагестанские пловцы выиграли 16 медалей на чемпионате и первенстве СКФО и ЮФО в Волгограде. Соревнования проводились в 50-метровом бассейне. Из общего количества завоеванных нашими спортсменами медалей – 3 золотые, 5 серебряных и 8 брозовых. Обладателем наград в высшей пробы стал Магомед Абашилов. Он лидировал на дистанциях 50, 100 и 200 метров брасом среди юниоров. Дагестанский штангист Бувайсар Белиев стал вторым призером первенства России, проходящего в Оренбурге. Подопечный Мансур Аль-Мужзаев в сумме двоеборья набрал 256 килограмм. Тем самым лишь на 1 килограмм уступил своему сопернику Даниилу Петрову из Московской области и в итоге остановился в шаге от золота. Напомним, что на старте первенства наши спортсмены добыли 2 золота. Отличились Ислам Абакарак и Ишарабудин-Изиев. Соревнования завершатся 30 марта. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова